Привет, подписчики YouTube Design. Сегодняшний ролик будет про CSS Shapes. Он продолжает наш такой недавний цикл более или менее последних модных фич и некоторых не последних. Первый ролик был про Flexbox. Смотрите его у нас на канале. А вот сегодня попробуем разобраться в CSS Shapes, точнее в первом модуле, который находится сейчас в статусе Candidate Recommendation. То есть его уже в принципе можно имплементировать в браузере, синтаксис сильно меняться не будет, только если какое-то внутреннее поведение. И поэтому уже вот начиная где-то с апреля, когда о нем говорят, он поддерживается не только в Chrome Canary и в WebKit Nightly, но и уже частично в Safari 8, но и в обычном Chrome тоже все это поддерживается. Будем сегодня смотреть. Ну, я считаю, нужно начать немного с теории. То есть CSS Shapes они почему вообще появились? Для того, чтобы отойти от традиционных квадратных и прямоугольных лейаутов на веб-страницах. То есть до сих пор мы практически все контейнеры, которые у нас на странице представлены, они представляют собой так или иначе прямоугольники. Там правильные или неправильные. И большинство каких-то печатных изданий давно уже отошло, особенно развлекательного характера от такого формата. Ну и вот в веб тоже постараются принести что-то подобное. Сейчас, то есть давайте будем как-то это все иллюстрировать. Если говорить о том, что у нас есть сейчас, так, CSS Shapes, надо такое жирное выбрать, то у нас есть два свойства. То есть если у нас будет какой-то модуль, мы у него пишем CSS правила, то будет одно свойство Shape Outside. Есть второе, Shape, так, я вот сейчас его, так, пластику. Второе свойство у нас Shape Inside. Вот свойство Shape Inside в данный момент находится в CSS Shapes Module 2, потому что по поводу его синтекса все еще не договорились. Мы просто решили как-то все это решать порционно, поэтому мы сегодня в этом ролике не будем говорить про Shape Inside, хотя он тоже достаточно интересные вещи нам предлагает с точки зрения именно возможностей. Так вот Shape Outside принимает значение какую-нибудь функцию, то есть там есть, конечно, куча дефолтных значений, но пусть это будет какая-то стандартная функция и Reference Box, то есть, пусть будет это вот так написано. Любая форма, она определяется какой-то функцией и в каких-то границах. Функции у нас будет несколько, мы их рассмотрим чуть позже. И Reference Box это то, что мы называем Box Model в HTML, то есть, марджины, пейдинги, отступы, вот это все. То есть, я сейчас напомню в следующем слайде. То есть, Shape Outside принимает значение функцию и в каких границах эта функция определена. То есть, если мы сейчас нарисуем примерно, как это выглядит, то есть, вот есть у нас некий контент, есть внутренний отступ, есть какая-то граница, допустим, и есть внешний отступ. Сейчас я для наглядности это все закрашу. То есть, как ни трудно догадаться, вот это у нас пейдинг или внутренний отступ, это у нас бордер, и это у нас марджин, это, конечно, сам контент. То есть, все мы это знаем, мы используем свойства Box Sizing, которые принимают значение пейдинг-бокс, контент-бокс, бордер-бокс. И по умолчанию, естественно, у нас используется там, по-моему, контент-бокс. И по умолчанию у нас в CSS-шейпах используется марджин-бокс, то есть, если вернуться чуть пораньше, то вот здесь на место reference-бокс можно подставить несколько значений. То есть, дефолтный из них будет margin-бокс. Точно так же можно контент, пейдинг и бордер. Чуть позже на практике будет понятно, для чего и зачем нужно подставлять эти значения, но пока можно понять, что shape будет определен примерно в этих границах. То есть, если мы какую-то функцию описали, допустим, круг, по умолчанию она будет принимать все вот эти вот границы, и если у нас большие пейдинги, бордеры или марджины, то она будет тоже это все покрывать, несмотря на то, что контент у нас будет оставаться в середине. Так вот, если пройти дальше и озаглавить этот слайд условно shape-function, то в нынешнем виде модуль CSS-шейпс, то есть, вот свойство shape-outside, может принимать несколько функций. То есть, первая из них, самая стандартная, наверное, это Circle. Вторая Ellipse. Третья пусть будет Inset. И четвертая будет Polygon. Как несложно догадаться, Circle у нас будет придавать shape-у форму круга, то есть, правильного круга, у которого есть радиус, ну и, соответственно, окружность какая-то получается. Он принимает такое значение, то есть, какой-то радиус в пикселях или в каких-то других единицах измерения ширины, ключевое слово at и две координаты, то есть, x, y. Это место, в которых мы будем по умолчанию располагать центр вот этого круга. То есть, с Ellipse здесь примерно то же самое, только он может принимать два радиуса. По-моему, они разделяются запятыми. At может быть просто пробелом. Я здесь сейчас не вспомню. На пример их посмотрим. Это тоже at, x, y. То есть, какие-то координаты центра. Что касается inset, то это внутренний прямоугольник. То есть, мы определяем значениями четырех точек, то есть, я не знаю условно, point one, point two, point three, point four. И это координаты четырех точек внутри shape-а. То есть, если мы здесь вернемся сюда, то вот мы можем здесь вот так точку, так точку, так точку определить. Вот это будет тот самый CSS shape, который мы определим функцией inset. и, естественно, у него есть дополнительная возможность, ключевое слово round и написать, сколько пикселей. То есть, допустим, 10 пикселей. У этого прямоугольника, у границ будет, соответственно, ну, это то же самое, что прописать элементу border radius 10 пикселей, или только вот для внутреннего шейпа. Что касается полигона, это такой какой-то более общий, что ли сказать, более общая функция. Она принимает бесконечное количество таких точек, то есть, в том числе в процентном соотношении. Можно какую-то, любую ломаную кривую указать, показать, в этом отношении здесь все будет понятно. То есть, если пройдем дальше, то необходимо понимать, в какой системе координат происходит вот этот вот отчет. То есть, если мы вернемся к тому, что вот, сейчас схематично нарисую, вот это наш объект, то по умолчанию, если я напишу, допустим, такую функцию, что circle 10 пикселей, это 0,0. То есть, в начале координат описать shape 10 пикселей в радиусе. То есть, это вот так вот будет, потому что начало координат у нас всегда находится в левом верхнем углу контента. То есть, если мы нарисуем оси координат, то вот у нас x, здесь будет y. Вот 10 пикселей тут и 10 здесь. Здесь у меня, конечно, на рисунке не идеальная точность, но суть примерно такая. То есть, вот такой CSS shape будет для вот этого элемента определен и контент, который мы впоследствии упрем в этот shape, он вот будет обтекать именно вот этот элемент. То есть, любые вот эти функции, в которых мы пишем здесь или здесь, оси, точки координат или тут, они все определяются вот в этой системе координат с x, y и начинающимся вот от этого отсчета. Важно заметить, что, допустим, если мы напишем одно из стандартных значений сёкол 50%, то есть, это окружность с радиусом 50%, естественно, и не будем указывать вот этот вот начало, точнее, центр окружности, по умолчанию он будет в центре элемента. То есть, циркл 50% нам даст вот такой shape. То есть, но это описанная окружность. У меня, опять же, не очень красиво получилось, но это так. И многие вот этим пользуются и этим на самом деле ограничивается. если у них какое-то изображение, там примерно круглое, не обязательно круглое, и оно вот так вот ограничивает 50% стеклом, и весь контент, он дальше вот так к нему слева прилегает. Рассмотрим еще пару свойств, которые тоже в этом модуле присутствуют. я сейчас верну нам то самое CSS правило. То есть, у нас было shape outside. Как я уже сказал, самое стандартное, circle 50%. И оставим стандартный margin box, то есть reference модель, в которой определен этот shape. Точно так же есть свойство shape margin. Если мы пропишем здесь 10 пикселей, то вот у этого вот круга можно дорисовать. так давайте желтым с отступом. То есть, вот такая окружность на 10 пикселей больше будет определять положение контента вокруг. Сам CSS shape останется вот этим вот зеленым, но контент будет обтекать вот по этой круглой окружности. То есть, свойства здесь будет вот такое. Circle 50% это shape outside и shape margin. 10 пикселей. Тут также очень удобно для того, чтобы ну, мы все любим отступы и отступы для CSS shape, но они тоже важны. То есть, на самом деле, ну, это справедливо для вот таких вот, например, кругов, которые 50%, то есть, больше-то его сделать нельзя, он уже полностью вписан в элемент. Но если нам нужно чуть-чуть подальше, то есть, если у нас какие-то вот здесь вот тоже еще кусочки изображения есть, то вот можно к такому отступу прибегнуть. И еще одно свойство, о котором хотелось бы сказать, это clip path. То есть, оно вот так вот описывается. Стоит отметить, что на данный момент поддерживается только с префиксами. То есть, сейчас нужно писать как-то так. Мы о поддержке браузеров еще чуть позже поговорим, но вот для какого-то понимания все остальные свойства уже работают без префиксов, ну, потому что их примерно так сразу и определили. А вот clip path нужно добавить вебкит. И он принимает точно такое же значение, то есть функцию, допустим, пусть будет полигон, с какими-то точками. Для чего это нужно? то есть давайте представим, что у нас сюда вернемся, есть какое-то изображение, не знаю, пусть это будет домик, и мы в него вписали какую-то окружность, допустим, там, не знаю, секол 20%, то есть примерно вот так. И если весь контент, который вокруг у нас параграф начинает вот так его перекрывать, то есть части изображения, которые нам бы хотелось обрезать, то есть если мы определились с шейп таким образом и не хотим, чтобы контент залазил на другие части изображения, вообще о них забыть. Вот в этом случае можно поступить двумя способами. Первый из них это, естественно, добавить элементу border radius, то есть очень часто мы даже в bootstrap по-моему видели, когда обрезание изображения по кругу использовалось свойство border radius после значения 50%. Здесь можно сделать то же самое, его также обрежет, но для каких-то более сложных форм, если мы определили какой-то полигон в качестве CSS шейпа, мы хотим, чтобы изображение ровно по нему и было обрезано, и заходить каждый раз в Photoshop и подделывать под каждый конкретный полигон такую обрезку тоже глупо, поэтому и существует свойство clip path, в котором можно дописать по какому полигону это изображение обрезать, тогда оно будет очень четко в весь поток вписываться. Ну вот так вот, я думаю, по поводу теории, в принципе, все, несмотря на то, что есть существенные детали по тому, какие стандартные еще значения принимают вот эти вот функции, то есть, например, что касается circle, я уже сказал, можно просто писать 50%, тогда по умолчанию центр будет в центре элемента, но здесь есть еще два таких значения, которых стоит упомянуть, это closest side и farthest side, farthest side, то есть, ну, они, насколько я понимаю, и в эллипсе тоже применимы, то есть, это вот и сюда, и сюда, вместо радиусов можно указывать расстояние до ближайшей стороны или для дальней стороны, то есть, если у нас элемент не квадратный, а какой-то там прямоугольный или в эту или в эту сторону, то closest side нам покажет вот этот малый радиус, farthest side вот этот большой, ну, и так далее, то есть, это все на практике будет более ясно, поэтому давайте посмотрим, какие примеры у нас тут даны. Я показываю специально в хроме, потому что в сафари многие вещи не работают, приходится сталкиваться с какими-то вот так. Существует, конечно, поле филы для этого всего, но видео даже об этом как-то и говорить не очень хочется, потому что, ну, они для всего существуют, подключили библиотеку и путь. То есть, здесь вот мы видим вот это изображение, у которого есть значение shape outside, shape margin, давайте мы их как-то отделим друг от друга, чтобы понимать вообще с чем работаем. Кстати говоря, все вот эти CSS shape, они работают только для элементов с дисплеем float, то есть, для, как это по-русски, ну, для float элементов в общем, и для тех, в которых определена ширина и высота. То есть, ну, в случае с изображением достаточно ширины, потому что в любом случае высота, она автоматически подстраивается. Если посмотрим на разметку, то вот, у нас класс LaPlante, он именно имиджу присущ, присвоен, поэтому вот, да, можете здесь посмотреть, потом я ссылку на все эти пены оставлю. И вот ellipse 40-40%, то есть, радиус у нас 40%, если мы посмотрим в инструментах разработчика, то это все очень видно. То есть, вон у нас внутри темно-синим таким эллипсом, то есть, прям как овалом, показан тот CSS Shape, который у нас определен свойством. Добавлен Shape Margin 20 пикселей. Здесь он такой прозрачный, что ли. То есть, вот светло-синим квадратом определено изображение, внутренний CSS Shape определен синим цветом. И вот этим прозрачным, который из-за наложения получился, это Shape Margin. То есть, если мы его будем так уменьшать, то вот 10 пикселей он хоп схлопнулся и текст уже чуть-чуть поближе пододвинулся. То есть, вот видите, здесь он обтекает именно по вот этому отступу. Если я его закомментирую вовсе, то он прям вот так впритык подойдет. Поэтому тут никаких вопросов. Если мы добавим самому изображению какой-то отступ символически в 10 пикселей, допустим, вот видите, он появился. Контенту, который вокруг, то есть, здесь в данном случае параграфом, абсолютно наплевать на него. То есть, ну, есть отступы, есть. Это проблема, точно называется, самого элемента. Ну, давайте 50% на 50% сделаем, чтобы вписанный элипс получился. И, как вы видите, здесь уже переопределено на контент бокс, то, о чем я говорил, если мы поставим марджин бокс, то CSS shape, видите, синий элипс, учитывает и внешние отступы. То есть, если у нас так вот предусмотрено дизайном, что у изображений есть какие-то еще внешние отступы и что-то еще, то вот обязательно они тоже здесь описываются. Давайте попробуем с помощью Clip Path обрезать это изображение, чтобы понимать иллюстрационно что-то происходит. ну, вы там видите, вон, такой черный овал. Это и есть вот то, что изображение обрезано, но оно просто здесь не полное, то есть, оно и так практически вписано в этот овал, поэтому вот так получилось, но суть, я думаю, нам ясна. Здесь все вот эти свойства они применяются, если мы сделаем цёкл 50%, то там внутри так, опечатка, извините, вот он внутри определен и по нему тоже вот идет, ведет. все уберем, можем убрать здесь какой-то отступ, вот он внутри и находится, цёкл 50%, 50% от ширины, если мы здесь сделаем 400 пикселей, то он будет так нет. Чтобы вписать ее туда, надо, чтобы был квадрат, ну вот да, примерно 40, то есть там это в зависимости от соотношения сторон, 300 на 198 получается сейчас, если так это описать, то оно и получится. Если кстати написать add 00, то у нас CSS shape вон туда уедет в угол, то есть центр этого сёкла появится в начале координат и оно у нас как известно там, поэтому получается примерно вот так. С этим можно бесконечно экспериментировать и тем, как вообще это все выполняется, но какие-то вещи можно уже посмотреть вот даже на этом пене, несмотря на то, что здесь есть несколько более удачных каких-то примеров. То есть тут мы видим элемент. Так, его найду. У него еще, кроме того, что определен shape outside есть тоже margin. Я уже показывал. Вот он здесь такого серого цвета получился. И используется shape функция inset, у которой 50 пикселей скругления. То есть мы можем его естественно увеличивать. Так, стоп. 60. пикселей давайте 100, чтобы сразу виднее это было. я так понимаю, мы какое-то предельное значение здесь приняем. То есть round 10. Вон он. Там, если вы видите, shape он такой пурпурного цвета, не путайте с самим элементом. Вон он внутри описан. То есть несмотря на то, что мы элемент здесь типа скруглен и shape outside использован. Из-за того, что round такой маленький, контент никак если добавим 100 пикселей, он уже вплотную приблизился, потому что намного более скругленным получился этот shape. Так, что касается дальше, то я, если вернуться к теории, то пятое, что называется бонусная функция, которую принимает shape outside, у нас URL. То есть мы можем сделать обрезку, то есть shape, не только обрезку, контент упереть в границе ограниченное изображение. То есть здесь, если у нас есть какой-то условный image png, то мы можем контент в него и упереть. если мы сейчас посмотрим на то, какое здесь свойство указано, то здесь полигон. Да, практически URL значит будет в следующем примере. полигон здесь несколько точек и WebKit ClipPath обрезает это изображение. Если мы его отключим, вон оно какое здесь продолжается и отключив его, мы вот такую аккуратную обрезку делаем. То о чем я говорил. Вот здесь что называется здесь что касается точнее URL и PNG файл по которому идет автоматическая обрезка. Для этого еще используется свойство Shape Image Threshold это значение, которое относительно определяет альфа канал, по которому делать обрезку. есть здесь ну это изображение оно довольно-таки резко обрывается то здесь нет никаких полутонов которые уходят в прозрачность. Но если бы они были то изменение вот этого значения на 0.9 ну здесь видно конечно то есть вот я если сейчас на 0.0 обратно сменю вы видите что контент чуть-чуть прыгает туда-сюда но это просто потому что здесь разница между вот этими альфа альфа каналом она практически сразу обрезана обрывается поэтому да но если у нас какое-то изображение которое очень плавно плавно тает то вот этим свойством и значением от 0 до 1 мы сможем определить до какой до какого момента плавности весь контент у нас должен придвигаться вот это что касается синтаксисы и вариантов использования то есть я думаю они здесь более чем понятны что касается того как с этим работать для редактора брекетс обзорной который тоже есть у нас на канале там в том числе на предпоследнюю версию есть расширение брекетс по-моему CSS shapes editor или что-то подобное в общем в live preview режиме который этот редактор поддерживает можно вот так вот определять shape то есть в данном случае полигон переносить туда-сюда и это визуально намного удобнее чем прописывать этот полигон как-то это представлять если у вас не очень хорошие навыки с работой с векторной графикой просто с графикой в целом наверно вам будет немного тяжело поэтому вот есть такое расширение такой же есть на chrome chrome css shapes editor который точно такой же интерфейс она определяет для инструментов разработчика ну работать с этим можно ну а что касается поддержки то давайте зайдем на canayuse.com и если мы пропишем здесь css shapes shapes level 1 то о чем я говорил существует еще level 2 который здесь даже не указан еще ну вот chrome начиная с 37 версии полностью поддерживает safari 7.1 но нужны префикс webkit если здесь это нужно только в clip path то здесь практически в любом в любом свойстве ну то же самое с safari на ios opera там с какого момента fork но blink 26 версии тоже поддерживает не знаю что такое android browser 37 наверное это какая-то новая фича 5 android я никогда в это не вникал но вот он видимо тоже поддерживает то есть ну а классический там firefox в том числе firefox девелопер я в нем тоже пробовал не поддерживает ни в какую или ждут пока синтаксис устоится или просто ждут у моря погода не знаю и я тоже никак ни в какую поэтому эти вещи ну их наверное нужно использовать скорее для украшений чем для каких-то критических фич но уже можно к ним присматриваться и продумывать как конкретно ваши лейауты будут выглядеть в новом вебе в котором есть css shapes в том числе то есть ну какие-то можно вот так вот штуки обрезать это и с помощью свечи до этого можно было делать но в том числе и с помощью css shapes можно можно какую-нибудь неровную обрезку футера придумать что-то подобное то есть здесь только что называется sky is the limit придумывайте делитесь в комментариях тем что придумали спасибо всем за просмотр смотрите другие наши видео лайките расширивайте подписывайтесь в соцсетях пока субтитры 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 Продолжение следует...